Матч между Сочи и Локомотивом начался с удаления. Буквально на 10-й секунде первого периода железнодорожники остались в меньшинстве. Ждать первой шайбы в воротах Локомотива сочинским болельщикам долго не пришлось. Уже к середине первого периода капитан Леопардов Никита Щитов пробил оборону соперника и открыл счет матча. Увы, радость болельщиков Сочи была недолгой, и уже через три минуты нападающий Локомотива Егор Аверин сравнял счет. 1-1 так и светилось на табло до середины третьей 20-ти минутки. Матч получился очень напряженным. На протяжении всей игры обе команды создавали огромное множество голевых моментов. Но реализовать эти моменты ни леопардам, ни железнодорожникам в большинстве случаев не удавалось. Не обошлось и без нарушений дисциплины. Игроки обеих команд нередко оказывались на скамейке штрафников. А когда ближе к концу матча счет опять встал в пользу сочинцев, хоккеисты Локомотива пошли на крайнюю меру. Вратаря заменили на шестого полевого игрока. Но и это не помогло пробить оборону леопардов. 2-1 итог игры. Игра сегодня была интересная, боевая. В принципе, все то, что мы наметили, план, который мы наметили на игру, ребята его практически полностью выполнили и добились победы. К сожалению, да, создали много моментов, но реализация еще пока, наверное, не находится на том уровне, который хотелось бы. Думаю, что это дело бы пройдет. Наставник Локомотива поражение от Сочи объяснил усталостью своей команды. Ведь для железнодорожников это была уже четвертая игра через день. Не хватило свежести. Даже свежести не в движении, а в выполнении плана на игру. Совершали много ошибок в обороне, не было четкости в действиях в обороне. Но из-за этого соперник очень много создал. Дали очень много создать и свои моменты не использовали. Здесь тоже, я считаю, свежести в завершении не хватило. А в конце порой переклестывал желание. Ребята хотели отыграться, но не смотрели. Лучшими игроками матча были признаны автор гола в ворота Сочи Егор Аверин из Локомотива и забивший победную шайбу сочинский форвард Михаил Анисин. Следующий матч для игроков хоккейного клуба Сочи состоится уже 3 сентября. Леопардам опять предстоит сразиться с локомотивом, но уже на Ярославском льду. Ну а следующий домашний матч состоится в Сочи 18 сентября. Тогда Леопардам предстоит скрестить плюшки с Нижегородским торпедом. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.